Футбольный мяч, невеликая спортивная пляцовка и компания Сяброу. Что еще нужно для доброго и качественного отпочинка? А когда это дать поборницкий дух, будет еще больше интересно. Это и кировались авторы инициативы рух дворовых гульников, когда начали в Гомеле турнир по дворовым футболе. В вынику за победу на протяжении 6 дней взмогалась 41 команда, а это больше, как 230 юнаков. Под обязанности у наших корреспондентов. Кожный гульнявый день они начинают с выполнения национального имена Беларуси. В уголе же регламент турниру по дворовым футболе продугледживал 6 туров. Матчи проходили по субботах на 7 спортивных пляцовках, размещенных у дворах жилых домов Гомеля, и начиналися одночасово. С удельниками организаторов проблем не было. Жадающих погонять в футбол, у коробцы оказалось больше, чем плановали. Информация об турниры распаусюдживалась вельми худко. И кончатковый спис команд был складен за два тыдни. Плюс то, что это бесплатно, и каждый ребенок может ощущать себя, реально, футболистом. То есть то, что он играет, борется за какой-то приз. То есть это правильно. С детства играю в футбол, особенно в дворе у нас был фок, мы за ним играли. И там такое же покрытие, я привык как бы. И без выходов. Ну, сам я сам занимался, неплохо получалось. Ну, потом забросил, а тут такой шанс. Турнир по футболе – частка инициативы рук дворовых гульнив. Я ее реализуя совет батьков города Гомеля про финансовый патрымцы Европейского Союза у партнерстве с Министерством Аховы Здоровья Беларуси. Так само долучились Беларуская федерация футбола, отдел эдукации администрации чугуночного района Гомеля и Гомельская центральная городская детячая клиничная поликлиника. Есть у турнира и свой хэштег «Выходь гулять во двор». Гомель – город футбольный, и аматоров погулять у дворы оказалось шмат, больше, как 230 человек. Команды сустракалися помеж собой, за перамоги отрымливали очки. Пераможцей стала дружина с самым высоким рейтингом. Турнир дворовый, и правила у им дворовые. Атмосфера больше, чем демократичная. Турнир проходит очень позитивно, потому что ребята сами стараются играть честно. Если какие-то нарушения случаются, то они сами признаются, сами стараются подключиться к судейству, чтобы можно было наиболее честно и справедливо оценить игру. У спортивным запале дворовый турнир ничем не соступал профессийному. Были свои миссии Рональду – хапало прыгожих финтов, принциповых одиноборствов и захопляючих дух Аллоу. Да, конечно, через себя забил. По выниках турнира были вызначены 9 лепших команд, которые 20 мая примут удел у фестиваля дворовых гульня на стадионе Гомсельмаш. А кроме футбола, там будут представлены и другие дворовые виды спорта. Выбивало альтимат фрисби, стритбол и воркаут. Нам важно показать, что, во-первых, весь спорт начинается со дворов. Во-вторых, нам хочется, чтобы те ребята, которые здесь рядом играют, когда старшие играют в футбол, чтобы они это видели и сами захотели это делать. Лучшие команды по результату нашего дворового турнира будут играть на фестивале «Кубковый турнир», куда уже приглашены команды из области, приедут команды из России. Поэтому будет такая крутая туса, зожевская. В планах организаторов сделать турнир по дворовым футболе традиционным. Максим Савин, Олеся Рудянкова, Василь Асипцов, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова